Когда на улице дубарь? А это верно ведь, январь. Ты лучше дома посиди, чайок попей, смотри в окошко, Голодных птичек покорми и обылом чуть погрусти. А там весна, и все растает, и лето жаркое придет, Свои проблемы принесет. Уж коли январь такой случился, В июле сморит всех жара. Купаться будем до утра И тело покрывать загаром. Потом дожди, ты их немножко подожди, И снова холода полюбишь. В оконце на мороз глядя, Чаек душистый разливая, А жизни бренной рассуждая, Что хорошо и в жар, и в холод Здоровье крепко иметь, А остальное просто медь, Ее не стоит и иметь. Своё здоровье тратя даром, Так будем жить и процветать, И строки о любви писать, И посылать их прямо в сердце, Готовая сие принять И от восторга засиять. 30 января, день Антония, назван через преподобного отца Антония Великого. Родом он был из Египта, придя в отроческий возраст, Не спешил приниматься за науки и сближаться с детьми. Оставался в своем доме, хранил чистоту сердца И стремился к преуспеянию благочестия. Не просил у старших сладкой пищи, довольствовался тем, что ему давали. 20 лет его родители умерли, оставив ему большое наследство. Он раздал его нищим, а сам доверился Богу, не заботясь о завтрашнем дне. Этот день народ огласил днем Антона Перезимника. Также была такая поговорка. Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет, все морозом стянет. Однако, сегодня отмечают не только день Антония, но и день Антонины. Даже говорили Антонина, зиме половина. Так народ отмечал переломный момент, когда половина зимы осталась позади, но впереди еще была февральская стужа. И непонятно, хватит ли припасов для себя и корма для скота. Но тем не менее, крестьяне верили, что зима идет к концу. Радовались прибавлению светового дня. В этот день пекли специальные круглые колобки из толокна, которые символизировали солнце. Ими угощали детей, чтобы быстрее лето наступило. Старину именно сегодня старались запугать и сбить со следа нечистую силу, чтобы она не нашла дорогу к дому. Для этого выходили на ближайший перекресток и начинали идти домой задом наперед. Если сумеешь так дойти до дома и не упасть, надо перечеркнуть свои следы палкой и замести их снегом. Так колдуна, ведьму и прочие злые силы запутаешь и собьешь со своего следа. Приметы. Если на Антона устанавливалась теплая погода, то на следующий день могут ударить сильные морозы. Мол, Антон хитер со всех сторон. Если сегодня весь день была оттепель, жди ранней весны и хорошего клёва рыбы. И если идёт сегодня снег, будет поздняя весна. Громкий щебет синиц утром предвещает похолодание. Ясная нема и лунная ночь кудному урожаю. Я прогуливаюсь вот в этом костюме. Почему я это делаю? Смотрите, обувь должна быть тёплой. Как-никак зима, январь. Сейчас ветерок. Очень хорошо, когда у вас ткань из плащевки. Здесь, видите, такая более тёпленькая ткань. А здесь плащевая. Очень хорошо не мёрзнут колени. Потому что иногда бывает, что вы прогуляетесь в какой-нибудь такой лёгкой одежонке, а у вас коленки пристыли. Вот это не должно быть на прогулке. То есть я очень доволен этими брюками, в которых идёшь и не всё защищаю. Здесь так же тёпленько. Ращёвочка. А под ней просто-напросто у меня маечка. Больше я ничего не использую, потому что мне и в этом жарко. Сохраняет тепло моя куточка. Хорошая вещь. Ну и, естественно, шапка. Шапка. Ушки закрыты, потому что в ушке бывает надувает. И потом они начинают болеть. Берегите уши. Они стынут медленно, незаметно, но потом болят. Очень даже заметно и неприятно. И, наконец-таки, козырёк. Козырёк, когда ветер в лицо, вы слегка голову наклоняете, и у вас глаза уже ничего не бьёт. Ветер. Глаза не слезятся. У многих глаза слезятся. Именно из-за того, что ветер в лицо. Руки в карманы. И нормальную там. То есть, вот такую вот одежду я вам рекомендую для прогулок в зимнее время.